Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это обзор плюсов-минусов, особенностей электросамоката с названием «Аватар». На самом деле все просто. Это первый обзор такого уровня самоката на моем канале, потому что я обычно тестировал что-то около 20-30 тысяч рублей. Этот самокат несколько подороже. Здесь уже есть вещи, которые мне очень понравились. Есть какие-то вещи, которые я хотел бы улучшить, но вообще, ну судите сами, что тут есть. Начну, пожалуй, с самого интересного и вкусного для меня, по крайней мере. Это брелок сигнализации. Самокат действительно можно заблокировать. Расскажу чуть подробнее, как это работает. И даже в выключенном состоянии, разумеется. У самоката два 10-дюймовых колеса, разумеется, с надувными камерами. Это, конечно, намного лучше, чем просто резиновая камера. Кроме того, у самоката два амортизатора, передний и задний. И я, покатавшись на этом самокате, реально ощутил, что на относительно небольшие даже какие-нибудь бордюры, какие-то препятствия, он намного лучше, комфортнее. Подвеска срабатывает, плюс надувные колеса. Это здорово. Здесь достаточно емкий аккумулятор, 18200 мАч. Это действительно много. И, по заявлениям производителя, может хватать аж до 50 километров. Но очень сильно зависит от веса наездника, райдера. Потому что самокат вообще сам по себе выдерживает 150 килограмм. Это реально круто. Так вот, что еще вкусного и интересного? Мотор-колесо, заднее ведущее, оно 500 ватт. То есть, это хорошо. Когда я тестирую 250-ваттные самокаты, то в относительно небольшую горку, у меня большого и тяжелого, уже он не тянет. 350 ватт уже намного лучше. 500 ваттный тянет. Мало того, я сюда приехал на этом самокате на автобусе, на метро. Со мной мой сын, ему 6 лет. И я очень аккуратно, конечно, я категорически не рекомендую ездить вдвоем на любом самокате в целях безопасности. Но мы аккуратненько ехали, и он вот меня и моего сына совершенно спокойно тащит. Но нужно учитывать. Смотрите, ребят, тут, конечно, скорость максимальная до 40 километров в час. Я вешу где-то там за 100 килограмм немножко. И получается, он меня разогнал до 29. Когда я ехал с ребенком, по ровной поверхности, очень аккуратно, я смог разогнаться всего уже до 22. То есть от веса зависит очень сильно. Чтобы 40 километр разогнать, ну, понятно, веса, нужно быть весом поменьше. Водозащита. Перед началом ролика я хотел купить пару баклажек воды 5-литровой и весь его облить. Потому что производитель заявляет, защита IP56, это защита от воды и пыли. Она установлена уже, ну, покупайте самокат, она установлена. Дополнительно не нужно делать защиту. Но я покатался в дождь. Мне, можно сказать, повезло, была в Москве вчера гроза. Я реально промок, я под дождем катался. Вы видите, что с самокатом произошло. Он весь был в воде. И верхняя часть, и бортовой компьютер, и тормозные диски. Все залито было водой. Мало того, я нашел лужу. И этот самокат туда, ну, на половину колес точно погрузил. И реально по ней поездил. Это было, конечно, ну, детство вспомнил. Вы, наверное, тоже катались на велосипедах и в грязь, и в снег. Я катался, по крайней мере. Так вот, он все выдержал. Единственное, передняя колодка, туда либо кусочек земли попал, либо что-то еще. Она несколько не поскрипывала, а звук такой металлический был. Ну, спустя где-то километр езды, плюс аккуратненько нужно тормозить. Здесь два тормозных диска, передний и задний. Все пришло в норму. Самокат абсолютно без проблем все с ним. Самокат, разумеется, складной. Его можно сложить. И сиденье складывается. Сиденье уже идет в комплекте. Оно удобное и хорошее. Лучшего качества, чем на более дешевом самокате этой же фирмы, которую я тестировал. Но я бы его, конечно, снял. Возможно, снять его есть. Потому что, ну, сиденье на самокате, ну, куда катится мир? Уж лень, если даже стоять, мне кажется. Тогда что? Самокат, хотя бы ты стоишь, что-то как-то тело работает. Это сидишь, ну, хотя, опять же, когда я сюда ехал, от метро Красногвардейская, два человека на самокатах. Я не разглядел такие, не такие, но похожие тоже с амортизацией. Два человека, парня, молодых, оба ездили сидя. Притом на дорогах общего пользования. Реально, вот два человека видел. Сиденье можно сложить, руль можно сложить, ручки, разумеется, можно сложить и взять с собой в транспорт. Но он весит 22 килограмма. Поверьте, это немало по сравнению с более легкими самокатами. Но тут просто платите за большую батарею, платите за... Ну, здесь всего больше. Дека, опять же. Очень важно понимать, что дека очень высокая. Я высокий, метр девяносто два, и я, когда на самокат встал, руль поднял максимально. Руки мои оказались несколько ниже, чем я привык на других самокатах. Поэтому учитывайте это. Опять же, на контрасте с другим самокатом, где руль поднимается, наверное, так же, но дека ниже, на несколько сантиметров к земле. Наверное, это плюс. Это хорошо. Кстати, покритикую решение, потому что все болты, как мы видим, они все-таки утоплены почти заподлицо. Но два последних торчат достаточно сильно. Есть риск как-то их повредить, а бордюр какой-то. Ну, это уже, возможно, мои придирки. Но я рассказываю, как есть. Так вот, дека высокая, это классно. Ты высоко над землей, но я просто высокий. Я совсем высоко. Плюс, если у вас батарею, вы все-таки разрядите, то, знаете, толкаться, конечно, неудобно с такой большой декой совершенно. Плюс он 22 килограмма весит, и поэтому старайтесь не разряжать. Батарея очень емкая, но просто так его придется вести. Кататься на нем и отталкиваться ногой неудобно. Оснащен самокат очень хорошо. Есть бортовой компьютер, о котором я чуть позже расскажу подробно, как это работает. Есть сигнализация, о которой я расскажу сразу. Все очень просто. Здорово, что в комплекте к самокату уже идут два брелка сигнализации. Тут четыре кнопки. В принципе, все понятно. Кнопка блокировки, кнопка разблокировки, кнопка питания, включения самоката и кнопка, собственно, найти самокат. То есть нажимаем на нее, раздается сигнал. Ну, вдруг вы его потеряли. Я сомневаюсь, что кто-то его потеряет, но все-таки, в принципе, удобно. Конечно, когда ставим сигнализацию, нажимаем на кнопку сигнализации, то самокат блокируется. То есть его увести уже нельзя. Когда я его сдвину с места, начинает срабатывать достаточно громкая сигнализация, и колеса блокируются. Его можно только унести, но вот вы должны услышать, что кто-то на ваш самокат покусился. Это классно, что есть эти брелки в комплекте. Мне нравится. Это действительно хорошая вещь для города. Бортовой компьютер. Конечно, его недостаток в том, что на ярком свете практически ничего не видно. Ну да ладно, есть и на том спасибо. По факту бортовой компьютер показывает скорость, показывает текущий заряд батареи. Нажатием на кнопку выбора можно поставить три скорости. Первая, вторая и третья. Первая особенно удобная, если, например, вы поднимаете самокат по лестнице или в горку, то на первую он действительно тянет меньше. Следующая кнопка питания, включение-выключение. Здесь также нажатие на нее показывает разную информацию. Текущий пробег, сколько вы проехали, показывает остаток заряда батареи и напряжение. В принципе, тоже достаточно разумно, ничего лишнего. Такой некий базовый простой бортовой компьютер, но он есть, и это, конечно, хорошо. Самое главное, что касается езды. Знаете, он хоть и высокий, для меня я прям несколько выше. Хотя, наверное, чем-то напоминает моноколесо, на котором я катаюсь, но здесь еще повыше. Ощущения хорошие. Тянет самокат хорошо, плавно, плавность хода хорошая. Единственное, стоит что учитывать. Курок газа, это лучше, чем ручка, которую я самокат тестировал с ручкой, мне понравилось меньше. Курок газа, это удобно. Его можно просто одним пальцем указать, например, и не напрягает. Единственное, я бы, конечно, круиз-контроль предпочел, но здесь его, к сожалению, нет. Здесь есть бортовой компьютер, но круиз-контроля нет. Это удобно. Единственное, когда вы, даже если резко отпустите, где-то еще секунду, самокат продолжает ехать, и потом очень плавно, с накатом, кстати, очень плавно снижает скорость. Нет такого понятия, как торможение двигателем практически именно в этой модели. Наверное, это хорошо. Почему? Потому что есть все-таки тормоза дисковые, передний и задний. По сравнению с барабанного типа тормозами, которые я тестировал на прошлой модели этого же производителя, мне они понравились значительно больше и лучше. Ну и эти очень даже ничего. Нормально. Затормозить можно вполне комфортно. Ну, как на хороших велосипедах. Ручки удобные. Ручки можно повернуть под ваши руки. Повернуть, соответственно, можно и рычаги тормоза, как вам понравится. И все удобно. Ничего не могу сказать. Единственное, что могу добавить, это фонарь. С одной стороны, фонарь вроде как и хороший. Вполне. Но когда едешь уже 18-20 километров, стрёмно. Все равно я бы его заменил. Он лучше, чем на более дешевых моделях, но мне все равно света его не хватает. Сзади, разумеется, габаритный огонь. Он горит как габариты. Есть специальный включатель света. Включение-выключение, рычажок вверх-вниз. Под ним поворотники. Ребята, здесь есть реальные поворотники. Если вы на дороге, то другие участники видят. Налево, направо вы поворачиваете. Притом их видно. Их видно, конечно, днем не очень хорошо, но видно. А вот в темное время суток замечательно будет видно. И стоп-сигнал. Разумеется, вы нажимаете хоть на передний, хоть на задний тормоз. Стоп-сигнал будет работать всегда. Я катался на этом самокате и по асфальту, и по земле, и по лужам. Я катался просто по траве. Прям вот дождик идет, мелкий еще. Вот когда я снимал с экшн-камеры, я ее сюда крепил. И дождик был не слишком сильный, но это было реально круто. И могу сказать, что самое главное, подкрылки работают, как и должны работать. На меня вода не попадает. Мои ноги и брюки остаются чистыми. Разумеется, подкрылки так и должны работать. Здесь это есть. Удобно. Сама дека. На первый взгляд она мне не очень понравилась. Я опасался, что ноги будут скользить, потому что она металлическая. Нет никакого резиного покрытия или наждака. Но я катался в дождь. Вы видите эти видео, кусочки на этом же самокате. Не скользят ноги. Притом у меня подошва обычный, не какой-то специальный каучук. Это, конечно, хорошо. Итак, давайте подводить итоги. Вроде все самое важное рассказал про этот самокат. Стоит он 38 тысяч. Я не знаю, каждый для себя решится, много это или мало. Что понравилось однозначно? То, что производитель дает. Во-первых, трехлетнюю гарантию и имеет сервисные центры по России. На сайте все это указано. Второе, мне действительно понравилась очень водозащита, которую не нужно дополнительно нигде заказывать. Она уже есть. IP56 от сильных струй воды. И я катался, у меня совершенно все в порядке было. Ничего там не замкнуло под дождем, разумеется. И в луже я колеса окунал наполовину, грубо говоря. Ну, сидение в комплекте. Сам самокат складной конструкции, разумеется. Достаточно мощная 18200 батарейка, которую в идеале по ровной поверхности легкого райдера до 50 потянуть может. Скорость до 40 км в час. Я до 29 максимум разогнался, по-моему, уже об этом рассказывал. С ребенком до 22 где-то. Но, опять же, не катайтесь с детьми. Ребят, это опасно. Я очень вас прошу, не надо повторять за мной этого. Катайтесь сами. И скорость высокая. Лучше, конечно, защиту одевать. В этом ничего такого нет, поверьте. Лучше подстраховаться. Тем более, когда скорости уже больше 20, больше 20 это много. В принципе, если вот попридираться очень сильно еще. Вот на все есть специальные ручки. Руль, сидение поднять. Ну, кроме самого вот его. Остальное все можно сделать без ключей. Но фонарик только с шестигранным ключом почему-то. Я бы предпочел, чтобы тоже была какая-то ручка. Если вдруг он разболтается, он не должен, но все-таки нужно с собой ключик, получается, что ли, возить. Но я бы его сменил, повторюсь. А так, если очень-очень сильно попридираться, очень сильно, то, наверное, фонарик, маленькое слабое звено, относительно маленькое, хотелось бы мне его заменить. Да и все, наверное. Больше и дека, там два болта я вам говорил, провода, ну, провода торчат и торчат, опять же, куда их? Никуда не спрячешь, наверное. Впечатления остались хорошие. Я бы сам ездил на таком самокате, хоть он для меня и высоковат, дека высоковато, но он хорошо тянет даже до 150 килограмм людей. Это прям огромных таких людей, может, богатырей, ну, или просто очень толстеньких людей может вести этот самокат, по идее. Я бы снял нафиг седло, не использовал бы его, но это я. Я бы катался, и запас хода достаточно большой, в идеале. Ладно, на этом у меня тогда все. Если нравится то, что я делаю, ставьте огромный жирный лайк. Если не нравится, дизлайк, ну, лайк, конечно, лучше. Обязательно подписывайтесь на канал, здесь всегда много обзоров на новые смартфоны, моноколеса, электросамокаты, электровелосипеды и всего очень много. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин